Родена считают одним из создателей современной скульптуры. Ну, я думаю, все знают его знаменитого, этого мыслителя. Помните, да, вот такой? Сидит такой мыслитель. Положил правую руку на левую ногу. Я пытался так сидеть, не мыслиться ни мне, ничего-то ничего. Но знаменитая скульптура. И вот еще одна его скульптура называется «Шагающий человек». И здесь уже не время, не разрушение. А сам автор просто убрал из своей скульптуры руки и голову. То есть это похоже на Нику Самофракийскую, но только сам Роден сделал ее. То есть не время разрушил ее. Почему? Потому что Роден хотел подчеркнуть, что замысел этой картины – это человек, делающий шаг. Когда там у тебя какие-то сомнения, переживания, тревоги, препятствия. И ты делаешь шаг. Ты идешь все равно вперед. Ты как бы преодолеваешь все это. И он хотел так заострить внимание всех на этой своей идее, что он убрал все лишнее. То есть он убрал и руки, он убрал и голову. Что в принципе, ну не скажешь, что руки и голова – это уж такое лишнее у скульптуры. Ну или тем более у шагающего человека. Но чтобы подчеркнуть, да, он оставил только торс и шагающие ноги. Шагающие ноги. И вот знаете, когда я на прошлой неделе смотрел эту скульптуру, смотрел на жизнь, в которой мы сегодня находимся, и знаете, в нашей жизни ведь тоже происходят моменты, когда в какой-то период кто, что в иных ситуациях, в прочих разных обстоятельствах нормально, но в данном случае это лишнее. Это мешает. Как вот, например, опять-таки, если мы вернемся в первое послание к Коринфянам, откроем девятую главу и посмотрим, апостол Павел пишет 24 стих. «Не знаете ли, что бегущие на ресталище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы – нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы проповедуя другим самому не остаться недостойным». И опять мы видим путь. Но если мы с вами читали в послании к евреям, что есть вещи лишние, которые нас запинают, которые не дают нам идти, запинающий нас грех, то здесь Павел показывает то, что мешает нам по пути идти быстро, эффективно двигаться вперед. Как он пишет, здесь как бы путь, как соревнование. И он говорит, нужно бежать так, чтобы получить награду, то есть чтобы достичь, исполнить свое предназначение, цель своей жизни. И он говорит, для этого, как в спорте, спортсмены, которые ревнуют о наградах, они воздерживаются от всего. У них есть диета, у них есть определенный регламент тренировок, они занимаются, они ложатся в определенные времена, то есть они работают над своим телом, убирая из своей жизни то, что вроде бы, ну, оно же не является таким плохим, что там, если ты там лишаешься каких-то продуктов, что там уже нельзя есть, что ли? Это что, ужасно, что ли? Нет, не ужасно. Но если ты хочешь пробежать первым, это нужно убрать. Это лишнее. И на самом деле можно ложиться, когда хочешь, но режим дня нужен для того, чтобы поддерживать тело в определенном форме. И поэтому вот недисциплинированность, она тоже лишняя оказывается. То есть да, ты можешь пройти, можешь пройти путь и остаться верующим человеком, но если ты хочешь быть эффективным, если ты хочешь много совершить, тогда в твоей жизни нужно убирать некоторые вещи, да, и Павел их называет лишнее. Как вот, например, как я еще раз говорю, подготовка спортсменов к соревнованиям. Лишнее. Лишнее. Или когда студенты готовятся к экзаменам, и вот этот период сессии, определенный период жизни, когда многие вещи нормальные в иных ситуациях, во время сессии лишние. Потому что если ты там свою голову забиваешь отношениями, если девочка думает о мальчиках, о любви, то она будет слабо готовиться к экзаменам. Правда же? Слабо. Это мешает, это отвлекает. Во время сессии нужно убирать какие-то вещи из жизни нашей для того, чтобы хорошо сдать экзамены. Когда в семье появляются дети, то, конечно же, у мамочки наступает период, когда ее жизнь начинает крутиться вокруг этого младенца. Из ее жизни уходят вещи, потому что если она будет продолжать жить так, как жила обычно, ребенок будет без внимания. То есть то, что для нее было нормальным в обычной жизни, сейчас, вот в данный период, становится лишним. Она должна убирать это из своей жизни. Когда мужчина берется за новое дело, там открывает свой бизнес, у него какие-то свои планы, он начинает свое предприятие, то, безусловно, вот в этот период жизни, становление, начинание, если он будет жить обычной жизнью, он мало что может достичь. Он должен погрузиться, креститься вот в то дело, которым занимается, убирая все, что раньше у него было, как лишнее, чтобы он мог достичь результатов. Иначе не получится. Не получится. Конечно, как вот мы видим, да, шагающий человек, чтобы подчеркнуть, нужно что-то убрать. Когда мыслитель, тут трудно изобразить мыслитель без головы, да? Мыслителя должна быть голова. Когда он хотел показать вот этот момент шага, устремленности, да, преодоления чего-то, тут это оказалось лишним. И таким образом мы видим, что вот часто говорится, что в жизни должен быть баланс. В жизни должен быть баланс. Если мы посмотрим, в каждый период жизни у нас всегда крен в какую-то сторону. И это нормально. Это нормально. Есть вещи, которые в какой-то период становятся лишними. И поэтому очень важно, как мы говорили на одном из последних собраний, быть послушным Духу Святому, чтобы Бог тебя ввел. И при этом, конечно же, важно еще не навязывать это другим, потому что это может быть лишнее для тебя, но не факт, что это лишнее для кого-то другого. Например, когда ты берешь пост и молитву, да, вот это время поста и молитвы, можем ли мы сказать, что еда является лишней в нашей жизни, а? Ну, лишняя еда. Сколько время тратим на эту еду? Пойдешь там, покупаешь, потом готовишь, потом ешь, потом моешь посуду. Зачем вам это? Не ешьте. Куча времени для служения Богу высвободится. Ну, как в том истории, говорит, совсем, говорит, уже научил коня своего не есть, да он сдох. Вот, вот, не получается. Да? Поэтому нормально, нормально, когда у человека голова. Ну, что в этом ненормального? Нормально, да? Нормально, когда человек ест. Но когда мы берем время поста, то для нас часто нормальные вещи на этот период становятся лишними. мы убираем их из своей жизни, чтобы сконцентрироваться на нашей цели. Вот, например, у меня один из самых таких особенных дней, вот сегодня Оля говорила, кому-то нравится суббота, воскресенье. Вот для меня суббота это день подготовки, день подготовки к проповеди. Когда, и я знаю, что вот, если я хочу, чтобы хорошее было сложение, чтобы слово было содержательным, мне нужно готовиться. А ведь в жизни так много, там, можно чего-то посмотреть, пообщаться, поговорить. Но для меня суббота, когда я отсекаю, и в этот день для меня лишним становится то, что в обычные дни норма. Я убираю эти лишние вещи, убираю встречи, убираю общение. Я не смотрю фильмы в субботу, хотя я люблю смотреть, особенно интересные, глубокие фильмы. Но в субботу я не смотрю эти фильмы, я убираю это все. Для меня все в субботу лишнее. Я концентрируюсь на Боге, на Его Слове и на народе Божьем, чтобы Бог дал мне Слово, которым я приду и поделюсь народом Божьим. То есть, опять-таки, я отсекаю все лишнее на этот период, конкретно на субботу. Апостол Павел, мы знаем, что он был человеком неженатым, и Павел даже семью считал лишней, если ты по-настоящему сильно хочешь служить Господу. И вот я вам прочитаю из первого послания к Коринфянам, седьмой главы, тридцать пятый стих. Вот он говорит о том, что, ну, не замужние заботятся о Господе, а замужние о муже своем. Да, и вот он говорит, лучше оставаться, как я. Все это пишет. И вот один стих, тридцать пятый стих. Говорю, это для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечений. Некоторые это местописание толкует, что вообще верующим развлекаться нельзя, там фильмы смотреть нельзя. Здесь Павел говорит немножко о другом, да? Я вот прочитаю по новому русскому переводу этот стих еще. Я говорю для вашего же блага, а не для того, чтобы вас в чем-то ограничить. Я лишь хочу, чтобы вы могли непрестанно служить Господу подобающим образом, не отвлекаясь ни на что. То есть для апостола Павла вот в его жизни, в его видении семья была бы тем, что его бы отвлекало от служения Господу. Это не значит, что это же самое для тебя. Может быть, наоборот, ты бы без семьи Господу не служил. Тебя, наоборот, семья только мотивирует служить Господу. У тебя другая ситуация. Но Павел об этом и говорит, что я пишу, вот пишу я, свое мнение вам выражаю, да? И поэтому беда, когда мы пытаемся то, что происходит в нашей жизни в данный период, навязать нашему ближнему, потому что у него в жизни может быть другой период. И ты говоришь, это лишнее, это лишнее. Он смотрит на тебя и ничего не понимает. У вас было такое в жизни? Когда пытался кому-то что-то говорить, что-то получил для тебя откровение, и ты делишься им, а другой его не слышит. Почему? Да он в другом находится. В другой жизни. Ты ему говоришь о том, как Бог тебе показал, и ты это убрал из своей жизни, и какие у тебя классные сейчас благословения, да? А его это не касается. Почему? Да у него другой период. Мы с вами вошли в период, когда некоторые вещи могут становиться лишними. Меня некоторые люди в нашей церкви, ну, они уже ушли из нашей церкви, но они критиковали, они говорили в прошлом году, у Виктора чего-то все проповеди теперь на одну тему, на одну тему. Может быть, слышали такое, об одном и все время говорит, и об одном. Дорогие, просто в определенный период жизни я убрал иные темы. Мы о многом не говорили, не потому, что это не важно, голова важна, но в тот период нужно было сконцентрироваться на чем-то другом, и Бог об этом говорил мне на каждом собрании, перед каждой проповедью. Я всегда готовился, думаю, Господи, хочу о чем-то другом. Я садился, и словно Бог касался и говорил, вот эта тема. Говорю, опять кто-то будет недоволен, скажет Виктор, то же самое говорит, об одном и том же говорит, все говорит и говорит, когда же там мы просто о других темах поговорим. Христианство, ведь много разных тем, много разных тем, но, дорогие, вот период жизни, я знаю, что сейчас многие проходят особенный период, особенный период, когда то, что для тебя было нормальным в прочих ситуациях, сегодня для тебя уже как бы лишнее, тебе некомфортно в этом находиться, некомфортно в этом находиться, но опять-таки я повторяю, следуй за Богом, за Духом Его, как Он тебя и ведет, но не пытайся часто вот навязать это другим людям, потому что они в других ситуациях, они в других обстоятельствах находятся. Я помню тоже, когда вот читаешь, да, вот каких-то убийствах, когда смотришь то, что происходит сегодня, я знаю, что у всех у нас сердца плачут, я знаю, что для многих прошлый год это был одним из важнейших, каких-то сильнейших потрясений жизни, что ли, да, и вот бывает заходишь в социальные сети, а там кто-нибудь публикует фоточки там, как он в ресторанчике сидит там, или отдыхает где-нибудь у моря, ты сидишь, смотришь и говоришь, с ума сошел, что ли, такое происходит, да, такая бойня происходит, такой ужас происходит, а тебе что, дела нет, только вот эти фоточки, я помню, когда у меня какие-то вот эти возмущения были, я думаю, господи, это же лишнее сейчас, это просто не нужно, ну нельзя сейчас, вот об этом-то нельзя, ну что они делают-то, тут я помню, подумал, ну ведь, когда у меня началось это, ну вот, какое-то время назад, а до этого, ну до этого я и сам мог какую-то фоточку запустить, да, но ведь каждый день по всему лицу земли около 30 войн происходит, каждый день, то есть войны на земле никогда не прекращаются, и возможно, когда я там постил фоточки, да, в какой-то другой период жизни, который казался для меня нормальным, да, а кто-то смотрел и думает, что он с ума сошел такие фоточки постить тут, поэтому я и говорю, что важно следовать за тем, как Бог тебя ведет, как Бог тобой управляет, и безусловно, я говорю, мы сегодня в той ситуации находимся, когда многое из того, что было в нашей жизни, мы сегодня словно убрали, потому что есть такое сильное ощущение, что в данный период жизни это лишнее, я знаю, что сегодня многие, они не просто живут, а внутренне выживают, прорываются, и я говорю сейчас не про материальные сложности, а про внутренние, мы вдруг услышали много вопросов, да, и мы хотим получить на них честные ответы, намного неясно, намного, намного непонятно, в чем-то вот, это напоминает мне вот этого шагающего человека, когда сегодня все сконцентрировано какой-то идеей, все сконцентрировано на чем, и тебе говорят, так тут же много всего еще есть, а как же голова, а как же руки, голова и руки тоже хорошо, но в данный момент это может быть лишним, то, что очень важно для мыслителя, может быть, не так важно для шагающего, то, что важно в одной ситуации для одного человека, может быть, совершенно неважным для другого человека, потому что он находится в другой ситуации, поэтому Слово Божье постоянно учит нас не судить ближних, ты не можешь до конца понять ту ситуацию, в которой он сейчас находится, за собой смотри, за собой смотри, и если ты в своей жизни увидел, что-то мешает тебе, убирай это из своей жизни, я еще раз хочу подчеркнуть, эти две вещи могут быть лишние, двух типов, или это мешает тебе, как запинающий нас грех, вообще двигаться по пути, или это мешает тебе двигаться так быстро, как необходимо, чтобы получить награду, чтобы исполнить свое предназначение. Субтитры подогнал «Симон»